Итак, ребята, всем привет! Это Михаил, канал Video Game Addiction и игра Террани. Итак, у нас сейчас будет актуально задание в Сердце Бури, и мы пойдем исследовать твердыню часовых. Ну что ж, погнали. Извините, я не могу. Ну, хорошо, отлично. Я уж думал, мы никого и не встретим по пути, но все-таки оказалось, что по нашу душу есть желающие. А, это сюжетная, видимо. О, господи, они еще и разговаривают. Ну, вашу мать. Перед вами возвышается крупное существо из меха и плоти, и ее маленький черный нос шумно принюхивается. Знаю этот запах. Вонь, кровь и пота боя. Железо из смерти. Пахнет альфой, пахнет силой, но мужчиной. Зверлюдка наклоняет голову на бок, а ее глаза, горящие любопытством, красны, как свежая кровь. Эти глаза блуждают по вашему телу, становясь все темнее и жарче. Таким образом, хищники одаривают... Таким взглядом хищники одаривают свою добычу. Ага, смерть из тени ее зовут, и по зверолюдям у нас тоже, оказывается, есть верность и страх. Неплохо. Так, продолжаем. Охотились высоко горячо, низко, холодно, мокро, сухо. Прила далеко, пока не пошла кровь в лап, но человек, пахнувший альфой, всегда скрывался от зверолюдки. Пришлось ползти сквозь тени, быстро, быстро, скоро, без отдыха, без охоты на вкусную добычу. Ее язык облизывает бритвенно острые светлые клыки, и она довольно рычит. Так... Почему бы знание имени козырнуть? Твоя метка, должно быть ты из племени охотников тени. Вершитель знает племя зверолюдки, умный человек, человек, который пахнет альфой, знает племени... О племени охотники тени, лучшем племени, сгинувшем племени смерти из тени. Ее глаза жадно впитывают вас взглядом волка, увидевшего зайца. Верность увеличивается средне. Ну да, мы ее порадовали. Сколько у нас, 50? Нет, 40. Неплохо. Представься, как надо, пока я не потерял терпение. Занятно, но у меня нет времени на зверолюдов с их идиотскими шутками. Ударить смерть из тени по лицу. Эй, мне конфликт не нужен, я просто хочу продолжить свой путь. Зверолюдка рыскала так долго, чтобы найти запах и следствие решителя. Не для того, чтобы уйти в сторону и смотреть, как человек оставляет зверолюдку позади. Она ворчит. Нет, нет. Не уйду с пути. Так, окей. Объясни, чего ты хочешь, зверолюдка? Человеки. Выкашливает она. Ноздри зверолюдки широко раздуваются, ее глаза горят весельем. Знаю человека с именем Вершитель. Кэрис делает много слов по бумаге. Вершитель вяжет слова с землей и небом. Заставляет землю дрожать, заставляет ночь рыдать кровью и огнем. Так. Что зверолюдка знает о Вершителях Тунона? Человек не первый Вершитель, на которого охотилась смерть из тени. Она мрачно пыхтит, но в ней заметна и некоторая радость. Племени Кайроса боятся Вершителя. Племена Кайроса боятся Вершителя. Человек Альфа забрал себе горизонт. Камень по имени Шпиль. А Архонты не убили Вершителя. Архонты показали животы и зависли его с Курилия. Кайрос. Ха. Так. Ага. И что ты думаешь, зверолюдка? Кайрос охотится на человеческие королевства, чтобы они умерли. Правит племенем крови и разорения. А правит племенем крови и разорения. Голода и смерти. Хочет убивать зверолюдок как добыча. Но зверолюдки не добыча. Они не как капризные и слабоумные человеки. Смерть из тени выхаркивает и сплевывает на землю темную слизь. Зверолюдки-сверепые охотники. Рождены драться, убивать, спариваться. Как Вершитель, который пахнет Альфой. Сильный всегда убивает слабого, потом слабеет и убивают его. Это переход жизни. Но смерть из тени сейчас не слаба, и она... И не будет слаба еще много сезонов. Буду свершителем и переживу племя Кайроса. А, она присоединиться хочет. Нихера себе. Вот это да. Ха-ха. Если хочешь присоединиться ко мне, придется тебе побыть моей бетой. Ну, типа я Альфа, она бета будет. Смерть из тени не бета, но даже Альфы подчиняются сильнейшим примам. Много стаи создают племя. Разве человеки не понимают, зверолюдка пойдет за Вершителем. Не попробует подчинять. Если Вершитель не начнет пахнуть слабым, она облизывает верхние клыки и скалит зубы в звериной усмешке. Хорошо, но держи свой нос при себе. Ха-ха. Зверолюдка фыркает и поворачивается к своей стае. Смерть из тени больше не будет защищать каменных щенят. Бежать, убегать, исчезать. Не хочу видеть тени, крадущиеся сзади. Раздвоенный шип, новый вожар. Стая колеблется, заставляя смерть из тени испустить низкий угрожающий рык. Смерть из тени не любит чуять каменных дворняк и не любит их видеть. Так, отлично. Но мы пока ее оставим, мы с ней обязательно еще поговорим. Так, смерть из тени, шестой урой, неплохо, неплохо. Вот, но мы пока оставим ту пати, которая у нас есть. Я бы хотел все-таки сейчас квест завершить за Баррика, то есть, скажем так, удовлетворить его интересы, а потом уже кого-то с собой брать. Но, опять же, я планирую позаглядывать по гайдам, у кого из спутников какие квесты, и уже, скажем там, в зависимости от этого их как-то брать с собой. Но, однозначно, тут в этом плане все просто, что не будет по два спутника давать квест на одну территорию. То есть, если мы сейчас идем по квесту, у нас, скорее всего, будут какие-то... Ну, тот же Баррик, Фуга будут давать квесты. Дальше, скорее всего, у нас квест даст нам Лантри. Вот. А потом уже Атли, предположим, я так думаю, и Смерть из тени. Но, так или иначе, я думаю, что явно сейчас с ней ничего связано не будет. Но я обязательно посмотрю, что пишут в гайдах на эту тему, но чтобы как-то это все максимально обхватить и ничего интересного не пропустить. Поэтому пока я ее оставляю. Так, все, эти пацаны уходят. Неплохо. Так, что мы тут можем чуть-чуть порыскать? Скальные пики могилы клинков обеспечивают укрытие как для солдат, так и зверолюдов, делая... Блядь. Делая это место прекрасной позицией для засады на неосторожных путников. Но у нас тут все равно дебаф идет от Эдикта Бури, поэтому как бы, ну, так себе. Так, давайте еще посмотрим, может, тайники есть какие. К сожалению, тайников нету. Очень жаль. Очень-очень жаль. Так, ну что ж, продолжаем наш путь и твердыни часовых. Принять. Вообще, пулей долетел. Отлично, отлично, отлично. Так, сохраняемся. Так, туда нельзя, к сожалению. Твердыня часовых. Я хорошо помню, как на нее буржился Эдикт. Да, можно сейчас даже посмотреть, сколько трупов вплетено в эти камни. Да, это действительно выглядит очень пугающе, я бы сказал. Чуть более внимательно надо осматриваться, чтобы увидеть тайники, если таковые имеются. То есть, скажем, зачастую сделать кружок вокруг одного места. Так, а какое у нас вообще, как бы, задание? Насколько я помню, просто всех выпилить. Грива наша хочет убить Стрейдуса и Родина и положить конец магическим бурям. Отправьтесь в твердыню часовых и узнаете, достаточно ли утихли ветра Кейроса, чтобы туда можно было попасть. Ага, то есть, у нас такая отчасти еще и разведка. Ну, хорошо. Или, я так понимаю, нам самим все надо сделать. Рать и век. Ровник, когда окружающий твердынь часовых, давно сдался на милость природы. Островки мокрой грязи среди стоячей воды. Вот и все, что от нее осталось. Тяжелый бронзовый шлем. Нифига, он даже еще как-то условно целый. То есть, его можно одеть, и он не числится, как хлам. Так, этот с нами не торопится, говори, ну и славно. Да и нет, отлично. Агат. Ну, ладно. Некогда донжон твердыни часовых горда возвышался над этой местностью. Теперь он лишь тень своей былой славы. Угу, ну да. Так, ну давайте поговорим с этим чуваком. А, он из запальных. Нифига себе. Разведчик выпрямляется при вашем приближении, щурясь сквозь суровый ветер. Ты поддержка, которую отправил Аше? Ты как думаешь, холоп. Да, я вершитель судьи Птунона. Рад это слышать. Осторожность не бывает чрезмерной. Я полуслеп от этой бури, а вы, представители суда, не всегда выделяетесь среди остальных, без обид. Мы патрулировали влешние стены, но врага все еще не видно. Либо они знают, что сюда лучше не ходить, либо умеют лучше прятаться, чем я считал. Проклятые повстанцы носятся туда-сюда, как ветер. Ты не видел в последнее время кого-нибудь из несломленных? С полмесяца назад, но она быстро убежала, прежде чем мы успели натянуть стрелы. Они очень осторожны и коварны тоже. Даже Кэрос не мог предвидеть, что они будут использовать бури в свою пользу. Так, нам можно войти в крепость? По такому ветру я бы не рискнул пробовать, даже если бы меня защищало тысяча щитов. Пойди посмотри сам, и ты поймешь. Ну, давайте посмотрим сами, и все поймем. Так, тайники мне, пожалуйста. Нету, окей. Ага, плотная стена. Ничего не изменилось. Это та самая буря, которая раскрошила и несломленных, и опальных. Спасибо, что привел меня сюда вершитель судеб. Барик смотрит на ветровую стену и огромный ураган, окружающий крепость, от которой видны лишь недалекие очертания. С трейдюсер один, последний регент оплота, трусливо скрывается за стенами замка и не может добраться до него через эту бурю. И мы не сможем добраться до него через эту бурю. Это место вызывает неприятные воспоминания. Так, ты был в твердыне часовых во время войны? К сожалению, ночь генерала и члены отряда были взяты в плен на втором году войны. К третьему мы выяснили, что она находится в твердыне часовых. Мы знали, что будет провозглашенный дикт, но решили, что стоит рискнуть. Бой затянулся дольше, чем должен был, и мы попали в бурю. Он вздрагивает, и с наплечников его доспеха каскадом осыпается песок. В тот день я очнулся заключенным в это проклятое ржавое ведро, и поэтому это место вызывает мысли о незавершенном деле. После буря практически ничего не осталось. Да, и это неудивительно. После года жуткой погоды Эдикт Бурь Кэйроса опустошил некогда могущественное королевство оплот, практически стерев его с карты. В старой стране почти ничего не осталось, кроме несломленных и их упрямой гордыни. Мы это читали уже, да, в принципе. Ну, давненько читали, но поэтому, если кто забыл, может на паузе сам прочитать, я уж дублировать не буду. Так, расскажи мне про регентов. Они были бюрократами и дипломатами, упивавшимися своими сомнениями. Стрейдус и Родин я никогда не впечатлял, но жители оплота перед ним преклонялись. Похоже, трусость у регентов в крови. Когда ударил Эдикт, Стрейдус скрывался в замке и смотрел оттуда, как рассыпается его страна. А будь он порядочным, он бы жизнь отдал за свой народ. Мне интересно только одно, как нам попасть внутрь. Понятия не имею. У сил, которые сражаются за это королевство, должно быть какая-то идея, иначе они бы не грызлись друг с другом за эту свалку. Нам нужно найти кого-нибудь, у кого есть ответы. Не теряя бдительности, вершитель судеб. Слыхал это? Голос почти. Голос почти. Что? Может, песня? Вы улавливаете странный звук среди ветра. Низкий вой, скрывающийся в какафонии закрученных потоков грязи и металлических осколков. Кажется, что тучи... Что тучи пыли окружают вас. В них вы видите светящиеся красные пятна. Опа! Блин, это же эти, наверное. Проклятие. Не проклятие. Как они? Попичеватель. Огонек. Ну, короче, вот эти, которые в старых стенах живут, это, видимо, вот они и есть. Так, окей. Как бы то ни было, нам надо их сейчас победить. Так. Это тебе. Так, Барик уже применяет. Молодец. Так, это сюда. Так... Это сюда. Ну, не то чтобы нам прям много урона наносит, поэтому, может быть, даже не лечила, можно справиться. Да. Так. Нет, нет, смотрите, как они все-таки достают. Они тоже фуги навешивают. Ну давай подлечим. А, это... А, это... Ну давай, фуга самосер. Да, удовлетворение жизнью. Отлично, просто нужно. Мне хотелось. Господи, ну что вы такие долги, я прям не могу... А, погибели их называют, точно. Но я не могу. А, погибели их называют, точно. Но я угадал, так или иначе. А, погибели больше нет. Их чудовищные крики утихли, оставив в ушах только рев урагана. Когда облака пыли опадают, вы замечаете фигуру, которая сидит на стене над вами. Пишитель, ты глянь, там на стене мы не одни. Ой, так сущность погибели. Даже аватарка такая же, как в Пилосу Фетернити. Нифига себе. Так, ну наконец-то экшон начался худо-бедно. Так, это мне. Потом померяю все, посмотрю. Януш. Солдат присел на колено за разрушенным парапетом. По надетому на нем снаряжению старого оплота вы понимаете, что это солдат не сломленных. Он смотрит на вас со смесью осторожности и любопытства. Ты довольно неплохо справился с погибелями, но что привело тебя в это забытое всеми место? Он останавливается и в его глазах проявляется понимание. Ты не похож на обычного рядового армии Кейроса, но ты не сын оплота. Прищурившись, он оценивает вас и ваше снаряжение. Нет, ты тот вершитель судеб, который прорвался через гвардию Виндериенов. Думаю, ты найдешь эту ветровую стену более крепким орешком, чем стадель гребня. Он усмехается. Я пришел закончить Эдикт Бурь. Значит, тут у нас... Значит, так у нас заведено. Сначала Кейрос провозглашает Эдикта, а потом отправляет своих слуг проводить все в порядок. В таком случае я рад, что мы все еще независимы от вас, имперских псов. Наслаждайся этой независимостью, пока можешь. Когда регион будет под нашим контролем, ты будешь гнуть спину, копая братские могилы. Я буду наблюдать, говорит Фуга. Советую тебе поступить так же, как Буря. Идуть отсюда, потому что ты не попадешь в крепость. Когда будешь закладывать своему хозяину, скажи ему, что ты бежал от разведчика Януша с сжатым между ногами хвостом. Хе-хе. Почему не сломленный ненавидят Стрейдуса Иродина? Ненавидят Стрейдуса Иродина? Это бесхебетный старик, который прячется за спинами своих солдат и не обладает ни одним из достоинств, которые он вбивает в других. А, извини, это я про Грейвена Аши говорю. Янаш складывает пальцы в грубый жест. Хе-хе. Вот бы у меня были силы обрушить эту стену и убить его своими руками. Иродин – это пережиток прошлого, а мы смотрим в будущее. У нас не будет ни малейшей надежды выползти из-под большого пальца Кейроса, пока стая регент наслаждается закатом своей жизни, попивая пыльное вино и скрываясь от войны. Что ты можешь рассказать о регентах? Регенты были нашей королевской семьей, они правили старым оплотом, защищали наши границы и собирали наши армии, когда возникла на то необходимость. Мясники Кейроса оставили в живых только одного регента, и теперь он так же бесполезен, как усы на палке. Ты знаешь что-нибудь про дочь Грейвена Аши, Амелию? Извини, не расслышал, у меня плохо с именами, а твой голос уносит ветер. Он улыбается вам широкой и хитрой улыбкой. Нахальный подонок, перелезай через эту стену, чтобы я мог выбить из тебя правду. Барень, красавица. Что тебе известно об Эдикте Бурь? Буря будет продолжаться до тех пор, пока жив с трейдиус Иродин, видимо мы оба жаждем остановить сердце старого труса, но я сделаю все возможное, чтобы ты не оказался ближе к крепости, чем я сейчас. Что если я, ой, я на шаг ближе и еще на один, ты сделаешь что-то или просто будешь пялиться на меня со своего уютного гнездышка, говорит Фуга. Твои кривляния меня не забавляют, Алая Фурия, можешь хоть танцевать тут, но через ветровую стену тебе не пройти, пока я жив и дышу. Был момент, когда я начала переживать, что нам придется оставить тебя в живых, но ты меня успокоил. Ха, прекрати это немедленно, нет, Фуга, перестань играть с едой. О, да-да-да, блин, я это скажу, но после того, как спрошу, что здесь делают по гибели. Следует по какому-то шлейфу оставшемуся от магии, по крайней мере это самое разумное предположение. У меня есть одна гипотеза, собравшись в достаточно больших количествах, они общаются с помощью песни, хоть и такой пронзительной, что мы не можем ее услышать. И, похоже, даже мне становится скучно, поэтому я заткнусь. Разве ты ничего не знаешь? По гибели привлекает магия Кейроса, они всегда кружат вокруг нее, словно мухи над трупом. Весь этот регион заражен вонью владыки, а большинство, а больше всего ее в этой ветровой стене возле вас. Остерегайтесь их когтей, вершитель судеб. Говорят, что когда погибель хватает тебя, то уже ни за что не отпустят. Как мне попасть в твердыню часовых? А ты попробуй броситься в ветровую стену. Сделай несколько шагов и посмотрим, как быстро ветер оставит от тебя один скелет. Я бы с удовольствием остался и поболтал, но пора сообщить о тебе моему начальнику. Увидимся, вершитель судеб. Хотя ты можешь меня и не увидеть. Он прогибается за предпретом и исчезает в темноте бури. Будь проклят этот гордливый, гнусный южанин. Ративик сплевывает. Несломленные знают местность лучше нас и используют каждую возможность, чтобы этим похвастать. Что этот разведчик вообще здесь делал? Смотри, на стене труп. Может, стоит рассмотреть его получше. Отсюда плохо видно, но мне кажется, что на нем цвета опальных. Ага, и он исчезает просто. Так, сохраняемся, конечно же, сразу. Так, ну давайте посмотрим, что там у этого персонажа. Боевой штандарт Амели. Ого! Разорванный кожаный наплечник. Похоже, что это обрывок боевого знамени Амели, дочери Архонта. Архонта войны. Его обнаружили в свердыне часовых. Это подтверждает, что она была в замке, когда Эдикт Быр обрушился на оплот. Фрагмент наплечника, какие носят каменные щиты и бегюны полумесяца легиона опальных. Сидел опальных, некогда носимый, с гордостью раскола одной части. Этот наплечник можно продать торговцу на составляющие. Тело лежит здесь в течение длительного времени, и ветер давно стер всю плоть с костей. В одном из рукавиц засунут клочок узнаваемого боевого знамени. Это же фамильный герб генерала, а значит Амели и ее почтенная стража прошли здесь. Кажется, что с тех пор, как мы шли на твердынь часовых, прошла целая вечность. По крайней мере, это доказательство того, что мы на верном пути и очень близко. Может быть, девочка еще жива? Он смотрит на ветровую стену с сожалением. Расскажи мне про Амелию. Она всегда была своевольной в этом отношении и пошла в отца. Еще она требовала, чтобы легион обращался с ней как с простым солдатом, когда это возможно. Хотя, на самом деле, она была далеко не простой и совсем незаурядной. Она не архонт, как Аше, но отлично обращалась с мечом и со своими войсками тоже. Я тренировался с ней возле города Бастарда и чуть не потерял ухо. Почему ты думаешь, что она жива? Покровительство Аше поддерживает ее, так что она может выдержать то, чего любой другой погиб бы. Мне не хочется думать, что ей пришлось вынести в плену, но мы можем помочь ей оставить это в прошлом. Опальные крепкие ребята, молотом по черепу, мечом в живот, стрела в позвоночник, нас нелегко свалить с ног. Мы можем идти днями, даже не зевнув. Мало в чем я уверен, но уж точно знаю, что дочь Гревена Аше может выжить в любой тюрьме. Итак, какими будут наши следующие действия? Так, сумрачный бастион теперь отображается на карте мира. Аше велел нам остановить порядок в регионе, но нам нужно узнать у его дочери как можно больше. Я слышал о форте Несломленных под названием Сумрачный бастион. Один из наших солдат сидит там в плену примерно с тех пор, как пропал отряд Эмели. Бьюсь об заклад, если мы пробьем защиту Несломленных, то сможем узнать больше об ее местонахождении. Барик прав. Они взяли Калиаса в плен. Вероятно, это один из каменных щитов, который сопровождал Эмелию. Ты должен связаться с Осмиосом, командиром, отвечающим за взятие Сумрачного бастиона. Уверен, ему будет, кстати, помощь Вершителя. Продолжая свой путь, а я запутаю следы и доложу Аше. Это подбодрит старика, да? Ну, наверное, да. Следы он запутает. Вместе с пылью ветер яростно ушвыривает осколки камней металла. Нет, даже урон не наносится. Ближе подойти нельзя, к сожалению. Такое впечатление, что их сюда привел Эдикт, проклятые уроды. Наверное, не знаю. Так, ну вот тут хотели еще посмотреть, мало ли, тайничок какой есть. Даже коробку не обшмонать. Очень жаль. Ржавая буря. Так, ну давайте отсюда выбираться тогда. Да, жаль, что здесь не пройти. Хотя вот здесь прям видно, что вот можно подняться куда-то. Но вот здесь как бы нам игра намекает, что чувак, тебе пока еще сюда рано. Такс. Сумрачный бастион. Сумрачный бастион был одним из нескольких фортов, спешно выстроенных несломленными в ответ на завоевание Кэросом земель Ярусов. Благодаря тому, что расположен он ближе к побережьям Аплота, он избежал разрушения магическими бурями и теперь является одной из немногих уцелевших повстанческих застав Аплота. Ну, погнали еще. Так, там уже вижу. Бегу на полумесяц. Так, значит, Аплота уже тут. Ну, хотя да, ничего удивительного, что они тут, надо же сказать. Здесь нас будут ждать чувак, который ответственен за осаду. Так, что ты с нами даже не поговоришь? Неужели? Как видишь, сумрачный бастион закрыт для таких, как мы. Иначе бы я укрылся там от бури. Разведчик Апальни пытается разглядеть ваше лицо, а потом его глаза широко раскрываются от осознания. А, вершитель судей Птунона. Командор Осмиос предупреждал меня, что у нас будут гости, но я не ожидал, что это будет представитель вершины пищевой цепочки. Он жестом приглашает следовать за собой. Наш отряд собирает силы на востоке для взятия сумрачного бастиона. Прошу за мной. Он поднимает ошеломленный взгляд на Барика. Я еще не видел такого большого каменного щита. Как ты передвигаешься в такой броне? С большим трудом я должен двигаться, чтобы сдерживать ржавчину. Мои икры раздулись до размеров поросят. Страш трясет головой, чтобы отбросить эти мысли и снова обращает внимание на вас. Сам разберусь, свободен. А что за сумрачный бастион? Всю войну несломленные защищали этот форт от сил Кэреса. Может, с виду он и неказистый, но ребятам за этими стенами силы духа не занимает. Даже буря их не сломила. Я знаю, что сказал бы командир, что ежанин слишком дремучий, чтобы стереть песок со своих глаз. Но несломленные используют буря против нас. Ну, и это достойно уважения. Ну, такое, да. Что вам приказано здесь сделать? Мы сделаем то, что Железный Легион Кэреса делает лучше всего. Возьмем форт, а все, кто будет нам мешать, казним. Наш командир любит простые приказы. Осмиус упомянул что-то про пленника Севера, которого держат в стенах сумрачного бастиона. Но больше сказать ничего не могу. Меня отправили на разведку, а не на спасение. Расскажи мне об Осмиусе. Он участвовал в компании во плоти с самого ее начала, поэтому знает страну как внутренности своего шлема. Что очень впечатляет, если учесть, что Эдикт все запутал. Я бы пошел с ним куда угодно, видимо, даже в глаза буря. Идем тогда, показывай, где он нас ждет. Пожжи, мужик. Здороваясь, Миллс. Так, давайте Легу посмотрим. Мурнюк воды. Извините, я не могу. Командор опальных носит доспехи на широких плечах и держится так, будто прекрасно об этом знает. Осмиус, 32-й легион, рад, что ты присоединишься к нам. Даже так близко от железного очага нам потребуется вся возможная помощь. Нахмурившись, он смотрит на Бавика. Как вижу, до сих пор не можешь выбраться. Как тебе там, солдат? Мало того, что через чур упрямое ведро очень непросто просунуть еду, так я еще и нарастил несколько сот фунтов железа и мускулов за последний год. И воняю, словно открытая братская могила под солнцем. Но настроение у меня боевое. Он кивает эсмиросу. Как ты, возможно, сам понимаешь, этот форт крепкий орешек. Несловленные не очень-то хотят сдаваться. И ни одна из наших пробных атак не пробила их защиту. Одного из наших солдат Калиаса держит внутри. Так что мы готовы на все, чтобы его освободить. Он мечтательно смотрит на форт. А что тебе нужно в сумрачном бастионе? Я могу догадываться, что ты пришел помочь в войне. Но когда речь идет о порученцах Тунона, таких предположений лучше не делать. Я пришел помочь опальным и положить конец Несловленным. Он смотрит на вас с возросшим интересом. Правда? Что ж, добро пожаловать на борт. Защищены мы неплохо, но нам всегда нужны воины, чтобы усилить фалангу. Несловленные пытаются попасть в твердыню часовых, а мы должны их остановить. День и ночь мои силы бросали на эти стены. Но даже у неутомимых опальных есть свои пределы. Боюсь, мы выведены из строя, пока защита Аше не снимет боль и не стянет наши раны. А ты выглядишь достаточно бодро. Поможешь нам вызволить Калиоса и ослабить Несловленных, чтобы мы могли их добить? Что скажешь? Мне нужны ответы, не трупы. Убийство Несловленных вряд ли нам поможет. Редко я встречаю проявления сдержанности. И вот, пожалуйста, в таком случае, думаю, ты можешь пролить немного крови, не лишаясь из-за этого сна. Прежде чем ты сильно обрадуешься, твое задание проникнуть на базу под Покровом Ночи, вытащить оттуда пленника. Тебя никто не должен заметить. Если они узнают, что ты там будешь сам по себе. Калиос хороший солдат, и он был в руках Несловленных так долго, что никому того не пожелаешь. Ты можешь подумать, что это просто один из каменных щитов, но Аше очень ценит жизни своих солдат. Поэтому нам нужно считать попытку спасения таким же важным заданием, как взятие Сумрачного Бастиона. В периметре есть несколько слабых мест, через которые ты можешь проскользнуть. Когда выпустишь Калиоса, открой передние ворота изнутри. Он сверкает зубастой улыбкой. Мы заполним крепость и быстро разделаемся солдатами Агатона. Готов начинать? Как Сумрачный Бастион выстрел так долго против твоих войск? Он хмурит брови и оглядывается по сторонам. Не хотелось бы подвергать сомнениям решения великого генерала или его командования, но у нас слишком много работы и слишком мало людей. До тех пор, пока форт не будет в наших руках, мы не получим никаких припасов. А Несловленные организовали защиту с учетом долгой осады. Во время завоевания мы прорывались через ряды защитников оплота, как сквозь гнилые штакетники. Но эти Несловленные сильно отличаются от своих земляков, пораженные в войне. Пораженные в войне вдруг дало им что-то, вокруг чего можно объединиться. Не хочу сказать, что мы их недооценили, но он пожимает плечами и замолкает. Что ты знаешь о Несловленных? Банда Ярусников, возомнивших себя благородными, уверен, что они мечтают стать такими же прославленными и избранными, как Копальны. К сожалению, для них им суждено лишь погибнуть от нашей руки или сдаться нам на занятия тяжелым трудом. Они собрались вокруг типа по имени Матиас, худородного командора оплота, имевшего некоторый успех. Он улыбается немного озадаченно. Как ни странно, Несловленные и традиционное правительство, род известный как Регенты, недолюбливают друг друга. Учитывая такой раскол в их рядах, я даже не знаю, каким образом они надеются победить. Я нашел свидетельство того, что дочь Аше проходила у Твердых Часовых, у Твердыни Часовых. Может, Келлиас знает больше об ее исчезновении? Амелия? Эсмиас выпрямляется. Клянусь севером, и я и подумать не мог, что кто-то из ее отряда выжил в клину. Если Келлиасу удалось сохранить свой разум, то вполне возможно он сможет нам что-то подсказать. Прошло уже немало времени с тех пор, как я позволял себе такой оптимизм. Если Келлиас путешествовал с дочерью Роше, то у нас будет шанс забрать ее обратно у негодяев с юга. Что случилось с Амелией на войне? Хотел бы я тебе сказать, если ты говоришь правду, а у меня нет причины считать иначе, то Келлиас сможет рассказать нам больше о том, что случилось с ней и где она оказалась. Мы отправили несколько групп солдат, чтобы спасти ее отряд, но нам пришлось отступить, когда ударил Эдикт Бурь. Путешествия по региону стали зависеть больше от удачи, чем от планирования. Уверен, Аше извел себя, беспокоясь о безопасности своей дочери. Я тоже переживал, и этот вопрос меня беспокоил, даже когда мы шли спасать ее отряд. И сейчас меня беспокоит. Келлиас провозгласил Эдикт, даже несмотря на то, что пропала дочь Аше. При всем уважении, дочь Аше для владыки значит меньше помятого кубка. Келлиас выше таких проблем и ни на секунду не задумался, чтобы позаботиться о безопасности девочки, не говоря уже о моей или твоей. Кроме того, великий генерал знал о рисках, когда отправлял свою дочь в бой. Он не позволил своим чувствам поставить под угрозу военную операцию. Отлично. Я готов, считай, что сумрачный бастион наш. А мы полны энтузиазма, да? Хорошо. Восьми раз похлопывает вас по плечу. Делай свой ход, как только стемнеет. Помни, что тебе нужно действовать скрытно и найти Келлиаса. Мы подождем, пока ты откроешь ворота изнутри, но до этого помочь тебе не сможем. Удачной охоты. Так, отлично. Они ушли. Ну, давайте проведем небольшую разведочку. Так, у нас тут что-то в суд над архонтами добавилось. Так, в сердце мури. Пробраться в сумрачный бастион, пыры-пыры, Келлиас, это мы все знаем. Так, войска опальных были либо недостаточно подготовлены, либо слишком малочисленны, чтобы взять сумрачный бастион, что указывает на то, как нерационально АШ расходует солдатский ресурс даже на своей территории. Ага, вот так вот, значит. Хорошо. Ну, вот тут просто можно перешагнуть, реально. Ну, вот какого черта. Ага, вот она, дыра-то. Станно, что тут ловушек никаких при этом нету. Ну, вот реально, вот они вот через эту перегородочку меня, что ли, не видят во всей этой буре и пыли? Ну, что-то я, конечно, очень сомневаюсь. Так, а это что-то, камни какие-то. Ну, ладно, камни, предположим. Извините, я не могу. Так, еще одна проходка. Даже во время разрушительных ржавых бурь, не сломленные, на удивление, хорошо стреляли из луков. И еще одна. Так, отлично. Мы их три нашли всего. Так, я бы пошел, конечно же, через самую дальнюю, но я тут закончу разведку, посмотрю, чего, кого. Так, понятно. Возвращайся сюда пока что. Через самую очевидную мы не пойдем, но, опять же, никто нам не запрещает просто понырять в разные, зайти в одну, попытаться посмотреть, что там, потом зайти в другую, попытаться посмотреть, что там, ну и так далее. Так, я, конечно, ее пробежал, но я тут еще, вот, посмотреть вот этот уголочек хочу. Так, понятно, здесь ничего нету, поэтому возвращаемся. Так, интересно, нам всем надо будет вместе красться? Или все-таки кого-то одного можно заслать? Потому что мне такая гурьба тут явно не нужна. Мне бы вот одному там вполне себе было неплохо. Хитроумия-45 проползти в отверстие под забором, чтобы проникнуть в фото. Хорошо. Все пролезли, даже барик пролез. Спалим, да? Так, а если, предположим, мы такие стелс заранее включим, как вариант. Я так понимаю, здесь больше именно это выход, нежели вход. Так, конечно, загрузки, это что-то здесь совсем большая проблема, я уже даже зазевать успел. Так, ну, на этот раз буду делать. Хитрее и заранее стелс включим. Мало ли нам это все-таки поможет. Так, тут нужно поменьше атлетики. Так, ага, мы сразу в стелсе. Я, конечно, могу просто весь лагерь к хуям выпилить, у меня, в принципе, я так понимаю, что сил на это точно хватит. Так, ну, хоть в этот раз побыстрее загрузилось уже неплохо. А если, предположим, кто-нибудь один попытается попасть туда, но вот чисто я, я такой в стелсе подойду, сяду, сбить стену от 40 атлетики, надавить на стену, используя клуб. Так, ну, окей, предположим. Там эти стоят такие, типа так и надо. Ну, хорошо, я не то чтобы против. Не думаю, что он меня увидит. Хотя, зараза такая, палит только в путь. Поэтому отходим. А, он сам ушел. Вообще отлично. Так, сюда, 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 сюда. Так, а вот тут мы не пройдем уже, скорее всего. По крайней мере, не особо далеко. Так, тут у нас тоже так себе шансы. Что-то да, ситуация так себе. Некая Двора, кто бы она ни была. Входят тут. Вранение у нее нет, да ебаный. Входят тут всякие небесные клинки. Так, а у меня есть скрытая атака. Не могу это сделать. Да бля, 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 бля. Все плохо. Вы серьезно, еще не видите меня? Ё-моё. Вот это да. То есть вы побежали, там уже начали бафать, как ненормальные друг друга. И, ну, ребята, я даже не знаю. Мне кажется, что что-то с вами не так. Так, шляпа торговца. Отлично. Надо еще тогда попробовать кого-нибудь со спины убить. Чисто интереса ради, например. Вот, смотрите, этот товарищ тут один ходит. Так, как бы тебя со спины тормонуть? Так, урон плюс пятьдесят двадцать пять к точности. Ну, нет, валива. Я думал, все-таки есть какой-то там вариант безупречного там устранения. Но, к сожалению, нет. Ну, вот шлем бы я стащил. Но там тренируются, поэтому как-то не очень прямо при нем его снимать. Блядь. Они же у меня все выделяются поначалу. Я пошел, и они в крепость забежали. Непросто. Так, вот сейчас я чисто себя выделил, поэтому все нормально. Я сначала даже не понял, что происходит, пока не увидел, что все выделены. Черт, 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 черт. Быстрее, 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 быстрее. Ох, 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 я вообще чудом успел. Так, ну я так чувствую, у меня неплохо. Можно было прокачать сейчас хитроумие. Так вот, здесь он меня не видит. Я просто все еще надеюсь этот шлем взять. А, это тот самый кожаный шлем. Если я не ошибаюсь, конечно. Да, по-моему, это он. Шлем малых, шлем, легкий кожаный шлем. Да, это он. Все то же самое, но плюс повышает точность. Субтитры создавал DimaTorzok Так, у меня восемь, у него семь. На тебе, барик, забирай. Это мы сюда убираем, это мы сюда. Это мы вот так вот, все. Отлично, новый шлем, вообще, прекрасный, я рад. Каменный щит, Калиас. Калиас. Ну, это было нетрудно, на самом деле. Ну, давай поговорим. Каменный щит, Калиас. Похоже, этот связанный солдат недавно подвергался жестоким побоям, хотя почти все синяки успели пожелтеть. Он поднимает на вас утомленный, но полный решимости взгляд. Если ты пришел меня убить, то давай быстрее с этим покончим. Освободить его. Вставай, солдат, я на стороне опальных. Как только вы развязываете его, он хватает вас за запястье так сильно, что рука начинает неметь. Я не поведусь на какой-то дешевый трюк не сломленных. Этой пародии на спасение ты меня говорить не заставишь. Гнев увеличивается. Барик кричит с другого конца карты. Калиас. Барик качает головой. Бедняга, обезумен от заточения и пыток. Я видел такое, но что бы это произошло с хорошим северянином? Знание 40. Гревен Аша хранит. Он широко раскрывает глаза и сразу же опускается, кивая с благодарностью. Гревен Аша хранит. Я уже утратил надежду, но этот день когда-нибудь настанет. Что этот день когда-нибудь настанет? Почетный страж потирает кисть и смотрит на вас с уважением. Форд все еще под контролем не сломленных, а я не в форме, чтобы прорваться наружу. Насколько я понимаю, за стенами ждут другие солдаты. Если ты откроешь ворота изнутри, то сюда смогут попасть подкрепление, и мы получим долгожданный шанс. Сначала хочу задать несколько вопросов. Мы можем потребить военные байки, когда все несломленные будут мертвы. Он пытается выпроводить вас из конюшни. Иди тогда. Иди, пока они не узнали про план. Так, все, он стоит. В форте есть еще. Вражеские солдаты, говорит он. Так, во-первых, сядь. Во-вторых, мне бы ваше местоположение поменять по-хорошему. Потому что я так понимаю, что все-таки вы атаковать будете откуда-то отсюда. Я-то планирую остаться там. А вот вас, как скажем так, свою основную танкующую силу я хочу переместить сюда. Вот, вот здесь самое место. Так, значит, ворот надо открыть. Хорошо, давайте попробуем. Палит он меня еще, зараза такая, отсюда. Так, к этим воротам будет трудно подойти. Делора. На нее можно, к сожалению, только напасть. Так, это мы забираем. Схематично обозначенные на карте пути снабжения вьются по искаженным зелиям, бывшими некогда королевством оплот. Блин, она меня может пропалить вообще на раз-два просто. Ну, блин, мне сюда и надо. Реально они меня не видят. Хитро мне пусать. Открыть. Здорово, сучки. Так, сразу же парик. Так, ну вот этой шкуре надо сразу же избавиться. Так, где она? Делора, сюда. Так, у тебя. Сюда. Так, и ты. А-а-а-а. Я получил. А-а-а. Так, и это началось. Это полезно. Ты должен попробовать еще. Не знаю. Не надо. Блядь. Так. Ха, отлично. Опа. Вот этого я совершенно не ждал. Ха, отлично. Блин, выживет, не выживет, опасно. Отлично. Вообще-то неплохо. Давай, не пьянуйся, что это не полезно. Даже парикают, что выживете. Это не полезно. Блин, ну, не знаю, поменяю оружие. Ха-ха-ха-ха. Это не полезно. Это не полезно. Я должен попробовать что-то еще. Блин, ну, не знаю, поменяю оружие. Это не полезно. Я должен попробовать что-то еще. Мы сделаем. Не полезно. Так, бежим дальше сразу же. А то они у меня весь опыт заберут. Просто-напросто. Да. Смотри на это, будущий корпус Поехали! Хау! Смотри на п czasu. Воспал. Ассут! Дым ты не лично. Даже не си. Удаль. 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 Зависло. Удаль. Вдаль. Играет музыка Отличное настроение, силен силы у нас подключалось Чего у нас тут? Не знаю, он фугал Хе-хе-хе Так Один раз за бой А почему бы и нет? Урон минус 50, вечерять здоровье Аааа Оно, что-трою, нет, это я не буду Один раз за бой А, ну это тоже я не буду юзать Такие Аааа волшебные посохи у нас все-таки подкачиваются чуть-чуть блин у нас ранение к сожалению парное оружие 55 волшебные посохи 34 так давайте мы его приперем парные игры и что волшебный час уже близко и мы сразу уровень получилась так что выключение не обращение сразу же отлично парное оружие нам завезет Субтитры сделал DimaTorzok 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 This is useless, I should try something else DimaTorzok 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 Он бросает обеспокоенный взгляд на Осмиуса. Он бросает все, за что боролся мой легион, она в плену, но жива, значит, есть шанс. Сам Аше говорил мне, что чувствует связь со своей дочерью, он хмурится. А более того, почему-то эта связь стала сильнее, хотя, знаешь, ты знаешь, свои приказы, вершитель судьб, генерал требует, чтобы мы взяли твердыню часовых, вернули Амелию и прекратили, наконец, этим бури. Как Несломленные собираются попасть в твердыню часовых? Ты когда-нибудь слышал, как они это обсуждают? Я много слышал из своего хлеба, даже видел командира Несломленных, Мэтиаса, несколько недель назад. Мэтиас убил остальных, что какой-то артефакт древнего оплота поможет сопротивляться бурям Кейрса. Он планировал воспользоваться им, чтобы Несломленные смогли пройти ветровую стену и попасть в твердыню часовых. Артефакты это странные штуки, но Несломленные выделили несколько ресурсов на поиске одного из них, что я склонен воспринимать их всерьез. Расскажи мне про артефакты. Артефакты это предметы, в которых заключена огромная сила. Артефактам может быть что угодно. Заколка для плаща, пара ботинок, разукрашенный гребень. Многое из них напоминает обычные вещи, которые можно носить с собой или на себе. Но действие у них необычное. Частично регенты удерживали свою династию из-за наследования. Это все Лантри говорит. Дома Стрейдус, Сендрис и Аспион собирали в течение веков небольшую коллекцию реликвий. Ирияна их защищали из поколения в поколение. Среди них есть магический меч бесстрашный, изысканный шлем, который всегда носил главный регент. А у одного из них была вечно горящая лампа. И это далеко не полный список. Многие из этих артефактов разбросаны по разным землям. Но я уверен, что до войны каждый вор в городе Вастарде мечтал ограбить твердыню часовых. Я слышал рассказы об артефактах, которые могли открывать двери, расплавлять плоть и поджигать целые лагеря при помощи простого жеста. Вполне возможно предположить, что какой-то артефакт может защитить от самых сильных бурь. Просто скажи мне, куда Матиас отправил свои силы и я пойду. Он отправил большинство солдат в ржавые каньоны. Он бы не лишал сумрачный бастион защитников, если бы не верил в то, что делает. Давно я не слышал такой хорошей новости. В области возле ржавых каньонов немало опальных. Лишь вопрос времени, когда они разобьют наших врагов. Он кивает вам. Доложи гребену Аше в железном очаге и опиши ему ситуацию. Ему нужно знать, что здесь происходит. Обе стороны хотят взять твердыню часовых. Но один из наших командиров уже поблизости. Он сможет держать оборону, пока ты говоришь с Аше. Отлично. Так, ну что же, давайте раскидаем очки, которые у нас накопились. Так, 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 стойкость, точность. Так, ну давайте в силу на этот раз загоним. Так, а нужны ли мне две ячейки заклинания? Вот это вопрос вообще как бы. Так, наверное, щит с союзником неплохо. А вот это интересно. Уклонение при ношении легкой брони. Точности при использовании. Это неинтересно. Ага. Плюс 50 к урону и 25 к... А, это скрытая атака. Она, тем более, у меня есть. Из режима скрытности. Ну такое, конечно. Блин. Обезоруживание. Хм, неплохо. Хотя, с одной стороны, да. В течение короткого времени... В течение 13 секунд... Даже не знаю, что я хочу. Все хочу. Защита. Так, со щитом я не работаю. Лидерство. Так. Добавляет воздействие. Метка. Ну, такое не очень, конечно. Ну, такие умения у лидерства. Что-то там. Ячейки заклинаний. Ячейки заклинаний. Ну, здоровье. Ладно, оживление. Ловкость мне пока как-то больше нравится. Удар по ногам. Сбивание с ног. Вот это поинтереснее, чем обезоруживание выглядит. Хотя... А чёрт с ним. Давайте обезоруживание возьмём. Попробуем. Главное, что у меня всё дальше открылось. Потом вот это. Мастер парного оружия вкачаем. Так. В сердце бурь. Гревы наши. Захочу слышать от вас о победе в сумрачном бастионе. Вернитесь в железный очаг и поговорите с ним. Так. А что-то ещё хотел? Или не хотел? Так. Эти-то мне точно больше ничего не скажут. Так, а вот чё это у меня такое вот? Вместе мы сильнее, плюс трик стойкости. Хорошая тема. Вместе мы сильнее. Так, возвращаемся в железный очаг. Надо принять. Так, надо ещё посмотреть, чё я там всякого говна нам подбирал. Чё-нибудь одеть на себя по возможности. Мало ли, чё полезу в серию. Понятное дело, пойдёт. Может, уже чё-то там почти два часа наиграли. Ну, мне так кажется. Так, они могут бежать пока? Нет, не могут пока я это. Так, тяжёлая броня отсюда. Сломаный доспех отсюда. Бутылка сюда. Двуручное оружие сюда. Так, чё у меня там? Двуручное. Так, вот это продадим. Да, он даже без всяких штук интересных. Так, чё мы там ещё? Всё, сердце битвы. Бронзовый меч из-за плот. Херня полная. Бронзовый топор. Чуть-чуть получше бронзового кинжала. Почему бы не заменить? Ну-ка, чем он там лучше? Пробивает броню, но точности меньше. Ну, давайте для баланса. Почему бы и нет. Так, поинтереснее будет. Так, ты ж торговец, по-моему, нет. А, он здесь. Да-да-да, там. Не торговец, а какой-то другой чувак. Я забыл, как его зовут. Ингендант, точно. Хотя, может оставить шлем Алых Фурий. У него много всяких ништяков. Хотя, нет, хер с ним. Не нужно огня. Ткань. Так. Отражение чуточку получше. Ну, давай 12 колец за пару процентов. Так, а я с этой-то попытался поговорить. Ничего полезного она не говорит, к сожалению. Так, ну что, докладываем Греймону Аше в наших успехах. Аше смотрит далее и поглаживает бороду обеими руками. Похоже, это однообразное действие приносит ему успокоение. Хотя, то, как неистово он это делает, выглядит ненормально. Архонт. Он моргает, поворачивается к вам уже с осознанным взглядом. Аше прочищает горло и принимает собранную уверенную позу. Вершитель судеб, я надеюсь, что ты пришел с добрыми вестями. Железный очаг стал нашим домом в ярусах, но мое сердце скучает по северу. Он широко улыбается. Но в его улыбке заметен от тела беспокойство. Мне показалось, что ты чем-то обеспокоен. Ну, давайте это. Война поглощает все мое внимание. Я постоянно беспокоюсь о безопасности своих солдат. Каждая сторожевая застава, каждый отряд, это для меня, как сыны и дочери, которых я хотел бы разом вернуть домой. Такое впечатление, что ты от чего-то страдаешь. Он открывает рот, чтобы возразить, но закрывает его и рассматривает вас оценивающим взглядом. И почему я не должен страдать? Я отец и генерал. Это армия, моя семья и те, кто раньше занимал эти земли, хотят причинить нам большой вред. Не беспокойся обо мне. Думай о легионе и защищай его. Когда сможешь. Если у тебя это получится, то ты заслужишь мне хорошую службу. Скажи, что тебе нужно, вершитель судеб. Поиски Амели ведут меня в ржавые каньоны. Твои успехи радуют меня. Некогда ржавые каньоны были зелеными и цветущими. Через них пролегала дорога к твердыне часовых. Теперь это просто мусорная куча, кишащая повстанцами. Теперь я точно знаю, что отряд Амели был захвачен войсками Стрейдуса и Родина. Будь он проклят, этот бесчестный, прогнивший насквозь регент. Жаль, придется его убить, чтобы рассеять и диктбыр. А то я бы с радостью лично отправил его на дыбу. Когда отряд Амели исчез, я был опустошен. Страх отца мало чем отличается от страха генерала. А в моем случае я дважды проклят выносить муки ее отсутствия. Я все еще чувствую ее присутствие. Это чувство даже стало сильнее, так что я точно знаю, что она жива. Но все равно беспокоюсь за ее безопасность. Несломленные ведут поиски артефактов. Это вполне разумно. Если Стрейдуса и Родина не убивать из-за пределов твердыни часовых, то единственный шанс пройти через ветровую стену, воспользоваться силой артефакта. Проблема в том, что остается только гадать, какое количество артефактов разбросано по землям. И я не могу сказать, какое из них сделает то, что нужно. Если эти повстанцы так преданы своему делу, то не исключено, что они знают больше. Насколько я знаю, каждый из регентов обычно имел при себе некий артефакт. Поскольку при завоевании все эти извращенцы, кроме одного, были перебиты. Скорее всего, не сломленным нужно было отыскать один труп среди многих тысяч. Непростая задача, но непостыдная. Вожака не сломленных зовут Матиас. Матиас, нет, это имя мне не знакомо, но у тебя сейчас есть куда больше сведений об этих землях, чем у нас. Так что я готов поверить, что это правда. Как бы он себя там ни называл, надо прикончить этого самозванца и преподать урок всей его так называемой армии. Если он попадет с тебя под руку, надеюсь, ты снесешь ему голову с плеч. Мне донесли, что опальные расчистили путь к Ржавым каньонам, и это должно помешать повстанцам туда попасть или покинуть эти места. Отыщи Теодора, лейтенанта возглавляющего отряда, он приведет тебя туда, куда нужно. Так, отлично. Задание выполнено в сердце бури. И у нас появилось задание то, что осталось. Ага, отлично. Мы еще подкачались, у нас скоро фуга качнется. Хорошо. Это была отличная серия, мы очень неплохо продвинулись по сюжету. Узнали очень много всего нового. Больше, конечно, всего мы узнали о Грэвлене Аше, о том вообще, насколько он очень ответственный генерал и очень любящий отец. Но, что будет дальше, узнаем в следующей серии. На этом всем спасибо, всем удачи и пока.